Добрый вечер, я продолжаю знать эту тему, понятно, про что говорить. Мы как раз с Лизой обсуждали тематику возложной лекции, и я предлагала, про что бы мне хотелось поговорить с широкой общественностью. Мы перечисляли какие-то темы, и в конце концов мне пришла идея, что можно попробовать поговорить, особенно в такой осенний, но я не предвкушала, что он будет настолько ненастным, но тем не менее в такой осенний достаточно скучный день поговорить о чем-то ярком, живом, чем-то оптимистичном. Мы решили, что это как раз-таки и будут птицы. Птицы, причем формулировку эту тоже мы выбирали, и решили, что Кристина, Чайка, собственно, чем могут удивить птицы? Тем, что они разговаривают. Продолжая тематику удивлений птиц, вам меня, наверное, даже слишком хорошо слышно и видно, я пока не очень ориентируюсь, как нам лучше это все организовать. Вы уже все прям закрепили, мы будете периодически слышать вот эти прекрасные звуки переключения между экранами и так далее. Забегая вперед, сразу вам могу сказать, что эти звуки очень бы понравились одной из птиц. Я про нее чуть позже расскажу, когда мы первый раз их услышим. Но в целом они такие вполне подходящие тоже под наш формат и нашу лекцию. Итак, о главном. Птицы. Сколько их я здесь написала, все мы с вами знаем, те, кто много путешествует, видели их практически везде. Говорить о том, мне кажется, в таком формате научно-популярном, о том, чем они отличаются, это уже будет излишним. Все знают. Самая главная особенность птиц какая? Ну, летают. Нелетающих мы птиц туда исключаем. Хорошо, летают. Это еще. Перевой покров. Ну и масса приспособлений, связанных с полетом или там уже какие-то вторичные. Как вариант тоже. Хорошее замечание. Мы там в анатомию, в морфологию, если слегка углубимся. С полетом как раз-таки связана большая часть изменений морфологических, которые коснулись птиц и эволюционно в них закрепились. Это обычно, правда, все говорят, я на всякий случай напомню, потому что мы там немножко будем говорить, сколько кто весит. Поэтому, чтобы вы не удивлялись, если вдруг кто-то про это не очень хорошо помнит. Полые кости, они очень легкие, все это адаптация к полету. Так устроен обмен веществ, такой он интенсивный, что ничего лишнего никогда внутри них накопиться не сможет. Всегда от всего лишнего они избавляются. Вот. Такая предыстория. Их много, про них можно очень много рассказывать. Я здесь показала земной шар как то, что они легко, абсолютно освоили. Да, это действительно в какой-то степени можно назвать, что бывшие динозавры. Там на самом деле по первой птице, археоптерикс, который традиционно в школьных биологических учебниках позиционируется, как просто прородитель всех птиц. Там уже очень много сомнений насчет того, что это был именно он, и что он прям такой прямой, непосредственный первооснователь птичьи, или там, не знаю, какой-то далекий прадедушка и прабабушка. Но, тем не менее, условно мы можем сказать, что многие птицы, кстати, некоторые отряды птиц, они по-прежнему эволюционно, поскольку произошли достаточно рано, там какие-нибудь пеликанообразные, мы на них тоже посмотрим, они до сих пор сохраняют облик такого чего-то очень древнего и что-то напоминающее о птеродакселях отдаленно, по крайней мере. Так вот, про птиц будем говорить, и, естественно, что? Я не могла себе отказать в удовольствии поговорить про птиц Калининградской области. Все, на кого мы будем с вами смотреть, потому что земной шар бесконечно огромный, и удивительных птиц, особенно в каких-то тропических широтах. Ну, их просто там про каждую, если бы мы, не знаю, с вами про райских птиц говорили, 39 видов, там о каждой можно рассказывать примерно по два часа, с удовольствием показывая картинки и так далее. Поэтому я все-таки решила поставить себя в жесткие рамки и ограничиться тем, кого вы реально, выйдя отсюда и переживя эту суровую осень и зиму, сможете весной уже наблюдать вот у нас, когда они прилетят. Итак, чем они нас могут удивлять? Первое и самое, то, что лежит, наверное, на поверхности, про перья мы с вами поговорили. Естественно, наверное, это самая яркая, самая такая типичная черта птиц — оперение. Перья мы с вами, если посмотрим чуть глубже, чем просто на поверхность крыла, например, птицы или на поверхность тела, устроены они принципиально одинаково. Какая-то плотная более структура в центре пера и затем бородки различного порядка по периферии. Бородки эти могут быть закреплены друг с другом, и тогда это классические наши перья, какое мы себе представляем, какое мы обычно где-то там находим, когда гуляем, не знаю, по лесу, по лугу, еще где-то. Или это могут быть перья особенные, которые там служат для определенных целей, там, в частности, например, пуховые для дополнительного какого-то утепления, и там немножко иначе, там, наоборот, бородки не сцеплены друг с другом. Но в целом вот оно, стандарт строения, и этот стандарт строения, он у каждой птицы, и если мы с вами посмотрим более внимательно на каждую конкретную птицу, он достигает каких-то невообразимых, они, точнее, достигают при таком одинаковом строении каких-то невообразимых различий за счет самых разнообразных пигментов и самых разнообразных цветов. В частности, здесь бы я хотела продемонстрировать такой пример. Это единственное исключение. Я вам про Калининградскую область говорила, и никто меня не спросил, когда я показала калибри, при чем здесь калибри. Это единственное исключение, потому что нет ничего более яркого, чем калибри, поэтому я уже себе тут не отказала в удовольствии их показать. И потому что, вот здесь особенно это будет хорошо видно, у некоторых калибри, вот это широко известный такой эффект, от того, под каким углом мы будем смотреть на их перья, будет зависеть то, какого цвета мы их видим. Смотрите, от такого буквально, ну, не знаю, малиного красного цвета и до черного. Меняется оперение просто от того, как, ну, мы там с какой стороны посмотрим, и как птица нам покивает головой. Калибри — это такой пример самого яркого, на что мы можем ориентироваться. Однако в той же самой нашей прекрасной, в нашем регионе, 3.9, мы можем с вами встретить птицу, на мой взгляд, но не уступающую ни в красоте, ни в окраске этой самой калибри. Он несколько крупнее, но, тем не менее, Зиммородок, это обыкновенный Зиммородок, мне кажется, вполне достойный представитель, о котором стоит рассказать. Что в нем особенного и почему он достоин каких-то особенных речей и вообще почему я его выбрала? Выбрала потому, что с ним связано, он такой очень был привлекательный во все времена, и с ним связано огромное количество легенд. Самое, на мой взгляд, красивое из них, это связано с Ноевым ковчегом. Оперение и окраска оперения Зиммородка, она всегда вдохновляла на какие-то такие лирические и на сказательные варианты его описания. И вот ярчайший пример — это то, что Зиммородок оказался самым-самым неуемным и самым активным среди всех, кто был на этом ковчеге, и не дожидаясь захода солнца, он решил вылететь из ковчега, и это, естественно, не закончилось ничем хорошим. А именно, солнце, которое начало заходить, опалило его вот эту прекрасную грудку, и поэтому у него остался такой бирюзовый цвета неба вверх тела и спина и вот такое вот оранжевое яркое брюшко. Есть там несколько вариантов того, что все-таки он не просто улетел, а еще долетел, и какой-то там фрагмент костра для того, чтобы принести огонь на корабль, захватил. Но все, в общем, история связана с огнем, с тем, что ему пришлось пострадать за свою активность, и от этого такое яркое оперение. Здесь мы с вами видим такую очень тоже лирическую сцену из жизни зимородка. Зимородки, они моногамы, и для того, чтобы оказать знак внимания даме, зимородки, которые обычно ихтиофаги преимущественно, то есть питаются рыбой, они ловят какую-то рыбину, стараются, естественно, более впечатляющих размеров, приносят ее даме, и если дама принимает, собственно, этот подарок, то семейная жизнь сложится удачно. Если вдруг оказалось, что не угодил самец выбранной самке, то уходит он обратно со своим подарком, и вот никак уже иначе. Что еще тут можно сказать? Где вы можете их увидеть? Я сразу еще буду говорить, ну не просто теоретически вам их показывать, а где мы можем их встретить? Встретить вы их можете буквально практически на берегу очень многих находящихся за территорией города или на окраине города водоемов. Они гнездятся, как правило, роют такие небольшие норки на склонах, на обрывах озер пресных водоемов, поэтому вы, в принципе, достаточно легко по окраске, он сразу привлекает внимание, можете его наблюдать. Они, сразу скажем, не так, чтобы вы сильно контактные и не слишком заинтересованные в том, чтобы знакомиться с каждым человеком, который заинтересовался зимородком, но, тем не менее, прошу прощения, но, тем не менее, это вполне реалистично, его увидеть и за ним понаблюдать. Вот такой яркий представитель. Кто еще может по яркости ничем не уступать калибри, на которых, точнее, как, например, мы посмотрели? Это иволга. Иволги тоже достаточно часто ее можно и услышать, и встретить в лесах, в том числе и у нас, в Калининградской области. Как вы можете все ее узнать? Узнать вы ее можете по таким типичным звукам. Калининградской области. Калининградской области. Пять sore снимими сginем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 не знаю, как они договорились и почему они собрались, но тем не менее, вот как мы собрались и решили посоревноваться, кто выше может взлететь. Естественно, что предсказуемо участником был орел какой-то, ну вот абстрактный орел. Этот абстрактный орел, естественно, летел очень высоко, хорошо, все ему завидовали, ни у кого так не получалось. И потом вдруг он начал уставать, замедляться, и все обнаружили, что у него между хвостовыми перьями есть еще какая-то одна маленькая птичка, которая просто подсела ему на хвост в прямом смысле этого слова. И здесь, воспользовавшись ситуацией, когда он так уже начал сдаваться, она вырвалась вверх-высь и обогнала всех. И поскольку много интерпретаций, много переводов, есть несколько кандидатов на роль и на должность этой птицы, которая аж орла смогла переплюнуть, скажем так, но перелететь ввысь. И кандидатов этих двое самых главных — это крапивник, точно так же, как наш королек, он чуть-чуть покрупнее, но тоже достаточно мелкой птицей у нас она встречается. Или, естественно, это королек. Большая часть людей, которые дискутируют на эту тему, представьте себе, это тоже повод для дискуссий, они склоняются к версии о том, что все-таки и название такое у него латинское, я тут еще иногда вам показываю латинские названия, чтобы про них чего-то можно было сказать. У него название Регулус Регулус, то есть он явно как-то с правлением, с чем-то таким должен быть связан. Плюс вот эта метка золотая, которую короной можно условно рассмотреть и посчитать ее короной, тоже можно на ней еще, может быть, остановиться. И поэтому все-таки желтоголовый королек в этом соревновании, трактование всех этих легенд, он все-таки выигрывает, и предполагается, что именно он обхитрил того самого орла и достиг таких вершин, притом являясь, посмотрите, таким совсем-совсем маленьким. Дальше. Про танцы. Вы, я уже про половой диморфизм немножечко вам рассказала, про различия, в принципе, я думаю, вы про это все. Вы, кстати, пожалуйста, как-то реагируете, если я говорю что-то, что вы уже очень хорошо знаете, а я вот эту презентацию, когда составляла, тестировала ее на друзьях. Когда пытаешься рассказать про что-то, что хорошо знаешь, мне постоянно казалось, что я рассказываю то, что все абсолютно уже точно знают. И вот это ощущение, когда ты говоришь об очевидных вещах, а еще пытаешься там что-то пространное и долго, оно такое очень неприятное, поэтому если вдруг я правда говорю что-то, что вы знаете, вы там, не знаю, машите руками, останавливайте меня, и я переключусь на что-то, что вам будет интереснее. Так вот, все, отлично, спасибо, вы меня поддержали. Танцы. Половой деморфизм, он проявляется у птиц не только в каком-то визуальном. То, что мы смотрим, мы понимаем, что они явно отличаются, кто-то самец, кто-то самка, кто есть кто, уже поймем дальше. Он проявляется еще и в том, как они себя ведут. Вести они могут себя по-разному. Ну, далеко не всегда то, что мы считаем признаком мужского поведения, какая-то большая, не знаю, агрессивность или активность, это у птиц является тем, что принадлежит самцу. Очень часто все бывает ровно наоборот. Но, тем не менее, мне кажется, самое яркое проявление того, как могут взаимодействовать птицы, и то, как это может эффектно выглядеть, это их так называемые брачные игры, брачные взаимодействия. И эти игры среди нашей широты и нашего региона птиц, мне кажется, ярче всего представлены у большой поганки или у чумги. Название «большая поганка» для такой, не знаю, как на ваш взгляд, на мой взгляд, вполне приличной и красивой даже, может быть, птицы, всегда вызывают некоторое количество вопросов, за что ей такое досталось. Ну, то есть понятно, что выглядит, ну, может быть, своеобразно, но, с другой стороны, у каждого свой какой-то вкус. Но не повезло, называют ее так. Может быть, у вас есть какие-то идеи, почему? С грибом, кстати, не было это связано. Так, еще какие-то, может быть, идеи? Да, да, оно не ядовитое, но оно птицы, помимо всего прочего, что им можно любоваться, к чему я вас тут призываю и показываю, какие некрасивые или отличающиеся, еще зачастую служат таким кормовым ресурсом. И первоначально, когда формировались какие-то русифицированные российские названия для птиц, вот в некоторых ситуациях именно на вкусовых качествах или их отсутствии основывались, давая названия. Именно поэтому поганка или чомга, она получила такое непритязательное название, поскольку, когда ее попробовали на вкус, оказалось, что она, питаясь постоянно, вот обратите внимание, они дарят друг другу, собственно, то, что их интересует прежде всего, здесь водоросли, и от питания и от обитания в таких условиях мясо ее приобретает не самый приятный оттенок, а, собственно, как раз такой водно-болотный привкус. Поэтому поганкой она и осталась. Чтобы не быть голословной, и чтобы мы с вами закрепили тот прекрасный звук, который у нас возникает, когда мы переключаемся с презентации на видео, я, кстати, вам пообещала, сейчас расскажу про это, кому бы понравился такой звук. Это будет короткое лирическое отступление, потому что эта птица, к сожалению, в Канградской области не встречается. Но, тем не менее, птица, это называется лирохвост. Вы можете, если у кого-то есть такая возможность, прямо сейчас гуглить и смотреть, как он выглядит. Отличается он следующей особенностью. Он классический пересмешник. Пересмешник до выхода на экраны широкие фильма про сойку-пересмешницу. Это не ассоциировали раньше с сойкой, сейчас это обязательно почему-то с сойкой ассоциируют. Но, тем не менее, пересмешники — это достаточно большое количество видов птиц, которые, подмечая понравившийся им оригинальный звук, впоследствии включают его в свое пение. То есть самцы поют и используют там, не знаю, звуки, например, сигнализации. Почему бы и нет там. Причем очень правдоподобно. Или очень эффектный звук, например, затвор фотокамеры. Тоже почему бы и нет. Привлекает самка, сразу удивляется, что такое. Так вот, и лирохвост, наверное, такой самый-самый яркий из всех возможных пересмешников, не только визуально, но еще и потому, что он комбинирует огромное количество вот этих странных, на наш взгляд, но абсолютно великолепнейших и привлекательных, на его взгляд, звуков. И как раз-таки такие звуки резкие, какие-то пикающие или повторяющиеся монотонно, вот это бы очень ему понравилось. Мы с вами сегодня, собственно, себя почти как этот лирохвост и почувствуем. К концу лекции, я думаю. Весной на пресноводные озера Орегона слетаются поганки в поисках пары. Обряд начинается с серии изящных дуэтов, когда один партнер повторяет действия другого. Пришло время настоящей проверки. Только самые сильные и преданные объединяются, наконец, в торжественном танце. У них, обратите внимание, лапы с перепонками. Я тут чуть-чуть в этот лирический танец вмешаюсь со своими бытовыми описаниями. Обязательно нужно, чтобы было абсолютно синхронно. Это признак того, что они подходят друг к другу. И за счет того, что лапы с широкими-широкими перепонками, вот им такое удается. Дима, извините, я вас там затероризировала своими переходами. Итак, в общем, вот, ну, мне кажется, такой вполне себе красивый пример. Если мы попробуем сейчас с вами, вот, звуки для лирохвоста, если мы попробуем с вами сейчас повспоминать, может быть, вы когда-то видели уже, как вот у птиц происходят подобные ритуалы, может быть, чуть попроще или где-то. Вот у кого еще такое вы видели? Ну, может быть, не настолько сложное, что прям такие танцы, но тем не менее. Ну, у них, да, такой несколько примитивный вариант ухаживания. Они такой самодостаточный, абсолютный, просто топчутся на месте. Так, еще. У лебедей. Мы про лебедей тоже чуть-чуть попозже поговорим. Да, у них красиво, но они все-таки вот прям в танец не пускаются. Они скорее такие знаки ухаживания. Там шея, наклон головы, что-то еще. Красиво пытаются крылья. Ну, на их взгляд, красиво, там, для солидности приподнять. Бывает такое еще у кого-то. Шалашник. Да, бывают такие коварные самки, но она не то, что не может выбраться, она обычно не хочет. Мы с вами, видите, постоянно отклоняемся от региональной привязанности. Но, тем не менее, шалашники тоже, если у кого-то есть возможность, погуглите. Это такие некрупные птицы. У нас, к сожалению, в наших широтах мы их не увидим. Отличаются тем, что собирают привлекательные, на их взгляд, предметы. Это могут быть какие-то стеклышки, цветные камушки. Очень часто это бывают жуки, не всегда живые. В основном такие фрагменты их экзоскелета. Все, что может на взгляд этого самца оказаться привлекательным и создать для него особенный какой-то дом и инфраструктуру, которая привлечет самку, чтобы она захотела там остаться. Вот это все он собирает в одном месте и ей предъявляет. И самки, они очень избирательные, они проходятся. Обычно шалашники собирают вот этот свой дом. И в перспективе это может стать местом, где будет сформировано гнездо. И самки делают такой обход по всем самцам. У кого что лучше, что им больше подходит, где красивее какие-то были жуки, или там стеклышко, или камушек, или что-то, и там уже остаются. В общем, такое тоже встречается. Наверное, обычно о них вспоминают, они тоже не наши, но у нас живут их родственники, это оуши. У них вот эти танцы с подниманием лапок, тоже синхронизация какая-то бывает. В общем, не редкость это. Ну, а, наверное, самый яркий, я чуть-чуть уже про райских птиц, вот постоянно меня к ним прям так сегодня вечером и тянет. Но у них вот это тоже буквально там начиная от лунной дорожки у некоторых видов и заканчивая там раздуванием грудных перьев, что они просто вот так вот вздыбливаются, и птица увеличивается там в три раза и скачет перед этой самкой, которая то ли в ужасе, то ли в восторге рядом оказывается. В общем, вариантов того, как себя преподнести, птицы знают неограниченное количество. Поэтому танцами удивить они могут достаточно легко. Что еще интересного мы можем про поганок сказать? Я, кстати, когда про поганку говорила только про вкус мяса, начали мы обсуждать и про название. Совсем недавно, когда была в Москве, в районе Чистых прудов, почему-то мне захотелось поинтесоваться, как давно они так называются и что там вообще такое с теми Чистыми прудами. И выяснилось, что раньше это были поганые озера. И я думала, ну ничего себе. То есть от поганых озер к Чистым прудам. И подумала, кстати, что вполне возможно, может быть, еще как-то это и связано, что там гнездились эти самые, например, поганки, почему бы и нет. Может быть, там еще и поганки сыграли какую-то роль в том, что они так назывались. Но, скорее всего, опять же, это было просто заболоченное место, не сильно чистое туда какие-то стоки. Проникали. Поэтому вот такие поганые места и поганки могут оказаться вполне себе приятными и чистыми. Про поганку. Что здесь еще и что у нее особенного? Обратили вы, наверное, внимание, что у нее есть такой эффектный, мне кажется, вполне хохолок и есть еще такая грива. Птицы, мы про перья чуть-чуть поговорили, они свое оперение периодически меняют. Обычно это происходит два раза в год, и у них есть так называемый гнездовой наряд, то, что необходимо для того, чтобы максимально эффектно выглядеть, когда вам необходимо произвести потомство на свет. И есть такой черновой, уже более вариант, обычно менее эффектный, с меньшим количеством каких-то дополнительных украшений, который вот такой общеупотребительный для осени, зимы и начала весны. Здесь мы видим ее как раз-таки в гнездовом наряде и, обратите внимание, на гнезде. Вот так выглядит гнездо поганки. Оно обычно плавучее, собирается из того, что есть под крылом, там и под клювом, это какие-то фрагменты растительности. И особенность в том, что первоначально даже не очень верилось орнитологам. Я, например, когда видела впервые то, как выглядит там кладка, этой поганке не могла себе поверить, что она откладывает белые яйца. Поскольку она откладывает яйца в белой скорлупе, они попадают вот на эту водную растительность, и здесь все достаточно влажно, они постепенно от того, что она на них, ну, их насиживает, они окрашиваются в такой какой-то грязновато-коричнево-бежевый цвет. И вот у всех тоже такой был небольшой диссонанс когнитивный. Как такое возможно? Почему они вдруг становятся вот такого цвета? И вот понаблюдав, ну, это, конечно, не пасхальная окраска яиц, но, тем не менее, такой специфический вариант, когда они становятся более замаскированными. Потому что, находясь вот на этом, точнее, субстрате, они еще меняют цвет и становятся менее заметными. Что еще особенного у них? Поганки, чомки, они очень часто с твоих птенцов, когда они только-только вылупились, еще не совсем самостоятельные, для того, чтобы сохранить их в более безопасной ситуации и поближе к себе, они их катают у себя на спине. И такое тоже можно увидеть, гуляя, не знаю, на берегах наших каких-нибудь озер. Мы чаще, конечно, встречаем лебедей, но иногда, если куда-то уехать подальше от крупных центров городских, можно встретить как раз-таки и посмотреть такую идиллическую картинку, где эта чомка везет своих маленьких птенцов прямо у себя на спине. И прямо такое умилительное зрелище. Что еще? Чем еще могут удивлять птицы? Могут удивлять они своим хорошим аппетитом. На самом деле про обмен веществ я вам уже сказала, что он у них очень интенсивный. А чтобы он был очень интенсивным, и точнее последствия его интенсивности, то, что необходимо постоянно чем-то подкрепляться. Подкрепление это может быть совершенно разным. Могут быть птицы, которые питаются только одним видом пищи, какие-нибудь, например, облигатные ихтиофаги, как вот здесь показанный большой баклан, который кушает преимущественно только рыбу, и там иногда на что-то еще может только перейти. Но что-то еще это в основном какие-нибудь моллюски или кто-то, кто случайно был проглочен. А так рыба. Или это могут быть виды птиц, и таких больше, которые питаются очень много чем. И в зависимости от ситуации, от того, какого корма в данный момент больше, и что доступнее, они выбирают то, чего больше. Не заморачиваются и не подстраивают себя как-то по-особенному. Так вот, аппетит у них всегда очень хороший. Кушают они много. И большому баклану, ну не знаю, как вам название, на мой взгляд, тоже не слишком повезло. Но с российским названием еще ладно. Ну крупная птица, черная там, ну баклан, хорошо. Но если мы там на англоязычный вариант его посмотрим, или на какие-то, допустим, польский вариант, или литовский вариант его названия, то там всегда все намекает нам на то, что он почему-то обжора. По-английски он great cormorant, что переводится как гигантский просто обжора. И его постоянно позиционировали и до недавних причем пор. Позиционировали как, ну, просто потребителя огромного количества рыбных ресурсов. В Европе на протяжении достаточно долгого времени с ним велась безуспешная борьба. Ну, как безуспешная, с переменным успехом она велась. Когда-то побеждали люди, и численность стала очень сильно падать баклана. Затем провели ряд мер по восстановлению этой численности. Она стала подниматься, и люди опять начали страдать, потому что рыбоводные пруды, хозяйство и все такие прекрасные места, рядом с которыми баклан формирует гнездовую колонию, там владельцы и, собственно, сотрудники, они страдали и кричали, что нужно их спасти, потому что эти прожорливые ужасные птицы съедают там, причем цифры были от 3 до 5, и там вплоть до, не знаю, каких-то страшных 10 килограммов рыбы, неважно, что они не способны на такое. Но, в общем, страшные-страшные вещи им приписывались, потому что крупные, много, громкие, наглые, там еще какие-то. И очень много исследований в конце 90-х, в 2000-х годах, и вот, наверное, даже первое десятилетие 2000-х было посвящено тому, чтобы наконец-то точно понять, сколько же он ест, что он ест, ну и все-таки не погорячились ли, называя его вот таким вот обжорой. И в конце концов дошло дело и до нас, и я тут про Баклана так радостно вам рассказываю, потому что, собственно, это тема моего диссертационного исследования, и 9 лет моей жизни были посвящены как раз-таки исследованию всего, что с ним происходит в жизни, его личной. Вот, поэтому один из аспектов, который меня интересовал прежде всего, это было то, сколько и чего он ест. И получилось, на самом деле, ну совершенно, что он, ну практически, конечно, нимба над ним я не увидела в конце, но, тем не менее, обвиняют его абсолютно незаслуженно, потому что, как показал анализ того, что он ест у нас на Курском заливе и Балтийском море, это 19 видов рыб. Виды, которые занимают большую долю в его рационе, это чернорутый бычок и это обыкновенный ерш. Я думаю, что никому из вас, когда я называю этих рыб, не захотелось, ну и никто не почувствовал, что Баклан их конкурент, потому что вы вряд ли, там, не знаю, на ужин себе что-то такое готовите или ловите их, то есть с каким-то промышленным рыболовством и вообще в конкуренцию с людьми, в случае, когда мы говорим не о каких-то там рыбоводных прудах, где он может с удовольствием съесть всего леща, какой там был разведен буквально за сутки, а в случае с естественными водоемами он, ну, практически вреда никакого не оказывает. Это все естественный процесс. Потому что, как я вам уже говорила, если нет чего-то, что вы очень сильно любите или есть что-то, что вы любите не очень сильно, но оно вот очень хорошо доступно, птице всегда на этот легко доступный корм переходит. И он тоже никогда не заморачивается, хотя может нырять, причем на достаточно большие глубины, всегда ловит то, что где-то вот у поверхности и легко доступно. Поэтому с тем, что он обжор, все-таки, ну, ученые много спорили и пришли к тому, что обвиняли зря, и, в принципе, обжора его называть не стоит. Смотрите, это то, что было подсчитано. Две гнездовые колонии Баклана, которые есть у нас в регионе, и гнездится порядка 10 тысяч пар. Я думаю, что если вы, а вы, я уверена, ездите периодически в Зеленоградск, на Курскую косу, в Балтийск, вы его там в такой вот позе сушащегося где-нибудь на камне или где-то вот там на портовых каких-то сооружениях сидящего видели. Не знаю, возникал ли у вас вопрос. У меня до того, как я стала орнитологом, меня очень сильно интересовало, зачем он так делает. Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы это придает ему какой-то определенной важности, с другой стороны, вряд ли это является вот какой-то частью позиционирования, что ему просто хочется так покрасоваться. И есть ли у вас какие-то идеи, зачем он так делает? Да, все элементарно, абсолютно у него. Для того, чтобы хорошо нырять и ловить рыбу, приходится жертвовать одним из, ну, таких важных приспособлений птиц. Приспособление, вот то, про что говорят, как с гуся вода, когда у них есть желез в теле птиц практически нет. Есть одна самая главная и крупная, это так называемая копчиковая железа, которая вырабатывает секрет, с помощью которого они достигают вот этого, ну, почти непромокаемого перьевого покрова, с которого действительно, если, не знаю, идет дождь или что-то еще, какие-то водные вот эти брызги, когда мы на поганах с вами танцующих смотрели, и с них буквально все капли эти отскакивают. Баклану для того, чтобы хорошо нырять и получать максимум всех их ресурсов, какие только есть, пришлось пожертвовать вот этой непромокаемостью. Перья уже не так активно обрабатываются и уже стали намокать. За счет этого он хорошо ныряет, но с другой стороны потом лететь с этим мокрым оперением невозможно. Поэтому он, благодаря тому, что такой темненький и вполне быстро может просохнуть. Обычно занимает какие-то такие, не знаю, пеньки, камушки, что-то еще, и там просушивается. Они у нас появились действительно не так давно. Это было связано с тем, что расширяли свой ареал обитания, называется экспансией, когда какой-то вид достаточно резко увеличивается, его численность ресурсов много, там, не знаю, по берегу, например, Курского залива рыбы много, места обитания потенциальных, а он у нас гнездится на Черной Ольхе много. И он прекрасным образом там из Польши, Литвы переместился и к нам. И первоначально гнездовая популяция бакланов в Калининградской области, это 95-й, если мне не изменяет память, год, она была там буквально 15 гнезд. Но поскольку становилось все лучше и лучше, и комфортнее и комфортнее, к 2005-му, например, году численность гнездовой популяции увеличилась там до 8,5 пар. Потом она стала естественным образом, это стандартная такая популяционная динамика, чуть-чуть уменьшаться, и в конце концов стабилизировалась от одной гнездовой колонии, где птиц уже стало, это буквально такое общежитие, где их стало очень много на ограниченной территории, отделилась небольшая группа и сформировала еще одну. И вот эта сформированная еще одна колония сейчас тоже постепенно так расширяется и захватывает территорию. Одна у нас, если вдруг вам захочется побывать на крупных гнездовых колониях птиц, это особенное удовольствие, могу вам сказать. Одна в Полесском районе, в районе поселка Беломорская, а другая под Зеленоградском, в районе поселка Сосновки. Бакланы выпирают всегда те места, куда не хочется создавать эко-тропу, потому что это затапливаемый терноль-шанник, туда идти можно только в болотниках. Гнездовая колония, я вам сейчас покажу фрагмент видео, как это обычно звучит и как это выглядит. Это такое очень громко-голдящее большое количество птиц и про главное не сказала, изыск такой, который присутствует Баклану. И, может быть, иногда даже хочется у него такому поучиться. Он, когда пугается, у него такой рефлекс, он все, что было у него в клюве, в этом небольшом горловом мешке, все скидывает прямо на месте. То есть удивился, и, как мы всегда говорим, у меня отвисла челюсть. И он так, хоп, и скидывает все, что поймал. И когда ты ходишь, они абсолютно антропотолерантны, то есть человек их как какой-то фактор беспокойства не трогает. Там на одной из гнездовых колоний постоянный маршрут в аэропорт наш Храбровый, их это тоже абсолютно, ну там летит самолет, у них все хорошо. Но когда вдруг какой-то фактор беспокойства все-таки возникает, не знаю, там птенец испугался, родители к нему подлетел, или не его родители, они часто путают и прилетают не к своим птенцам. Вот они пугаются, и буквально тебе на голову падает вот это все, что он так долго и тщательно ловил для себя и для детей. Вот такая особенность. Ну вот не то, чтобы они такие прилетели, потопали ногами и разрушили, там особенность несколько в другом. Они, и их, вот я про еду и про обжорство, что на них так прям критически их воспринимали, их еще критически воспринимают другие секторы экономики, которые не очень любят бакланов, это те, кто занимаются лесным хозяйством. Потому что нам повезло, у нас на территории Калининградской области баклан гнездиться на Черной Ольхе. Я уверена, что это не является любимым деревом никого из вас, вы не гуляете по Черной Ольшанику, потому что это специфическое место, это обычно реально тот биотоп, где очень много воды, сыра, неприятно, некомфортно, специфический болотный запах и так далее. Но, например, на литовской части Курской косы большой баклан гнездится на соснах. И гнездится рядом с курортным городом Йоткранте, причем ему там прекрасно. И гнездовая колония постоянно расширяется, захватывается все больше этих сосен от того, что он много и хорошо кушает, от того, что достаточно интенсивный обмен веществ. Мы с вами сразу можем себе представить, что он продуцирует много органического вещества, которое выделяется во внешнюю среду и выделяется в очень больших объемах, когда это гнездовая колония в 9 тысяч пар, представьте себе, ну или там, допустим, в 5-8. И за счет того, что это органика, которая оказывается на листьях, на ветках, на чем-то, листья буквально, это называют условно, сгорают, то есть они не могут пережить такой поток вот этого всего. То есть и механически не могут пережить, и с химической точки зрения это очень агрессивная среда. Было много исследований как раз-таки, допустим, почвенного состава, меняется ли почва и как. Естественно, что там количество нутриентов, азота, фосфора, особенно азота, зашкаливает просто в десятки раз, потому что очень много этого выделяется. Поэтому с точки зрения того, что они там затопчут или пробьют крышу, нет. Но то, что они оставят от себя очень много неприятных следов, которые могут там отразиться на состоянии крыши, хотя крыша, конечно, ну не знаю, там если какой-то был зимний сад, то стадион, мне кажется, что им все-таки не по клюгу, не по зубам тут не сказать, поэтому вряд ли он пострадает. Но зеленое насаждение, и вот как раз-таки этот пример, что они не всегда выбирают какие-то неиспользуемые человеком места обитания, вот это, конечно, в Литве прям была большая проблема. Там целые компании по тому, как все-таки остановить расчисленности были и пытались яйца прокалывать и что-то еще делать, но Баклан, собственно, его было практически не остановить, потому что он ко всему относился философски. Одна кладка пропала, будет новое, там, не знаю, одно гнездо перенесли, и будет еще одно рядом, в общем, он такой неутомимый. И, да. Что это за птица? Я думаю, что они имели в виду, наверное, нырковых уток каких-то. Есть целая группа уток. Ну, если это был кто-то крупный, это был Баклан, да-да-да. Ну, много каких-то альтернативных названий, но мы-то все-таки с вами, так как есть научная часть наших лекций, то мы будем, ну, все-таки уже, теперь вы можете им сказать, что все-таки это большой Баклан. Всем нравится обычно рыбакам это название, они радостно кричат, что да, он Баклан. Вот, поэтому тут, я думаю, вас поддержат в этом. И когда я говорила, что у некоторых отрядов птиц и у некоторых птиц сохранилось вот что-то от каких-то древних, ну, что-то древней какой-то, вот, не знаю, птеродактилей, я как раз-таки, собственно, про Баклана в какой-то степени и говорила, потому что вот, ну, так выглядит гнездовая колония, так выглядит очень интересная штука. Я вам все рассказывала про то, как Баклан, ну, что он ест, как он себя ведет и так далее, но совершенно вот про это сейчас не упомянула и исправлюсь быстренько. Примерно, ну, больше уже 1400 лет существует такой способ рыбалки. Этот способ рыбалки распространен прежде всего вот в Китае. Китай, Япония, восточные, в общем, люди такое себе придумали и работало это на самом деле очень хорошо. Сейчас, если мы с вами вдруг окажемся где-то, где это раньше активно практиковали, на Китаозерах, мы увидим только туристическую такую показательную версию, когда рыбаки вот с такими лодками, лодки могут быть разных вариантов, на которых сидят птицы, ну, как раз-таки Бакланы для этого приучены, пытаются ловить рыбу. А раньше это действительно был способ промысла, потому что у Баклана, как вы уже успели заметить вот тут по силуэту, у него есть такой небольшой совсем горловой мешок, не так, как у пеликана, но тем не менее. И он может некоторое количество рыбы пойманной куда-то приносить, не сразу ее заглатывая. И ему на шею надевали, вот буквально тут в основании шеи, там, где изгиб, вот здесь нам виден, такое кольцо. Зачем? Смотрите, вы рыбак, на вас работают, кстати, тут некоторое количество птиц, вы сидите в лодке, ей управляете, и, собственно, на этом ваша миссия заканчивается. Даже не надо там никаких движений с удочкой делать, ничего такого. Вы готовите птицу к тому, что она летит, поскольку вы с ней достаточно долго взаимодействуете, она уже возвращается гарантированно к вам. У нее вот здесь кольцо, мелкую рыбу, которая вас, как рыбака, не сильно интересует, она может проглотить, потому что кольцо не полностью, естественно, передавливает шею. Все, что крупнее, чем вот этот ваш лимит, который вы ему отдаете, остается вам, потому что он, принося ее, вы подставляете корзину, я вам уже рассказала, что есть какая-то стрессовая ситуация, что он делает обычно, и он вам возвращает рыбу абсолютно нетронутой. И они, ну, тут, смотрите, не то, чтобы они прям их как-то активно стрессировали, но просто это, естественно, он наловил эту рыбу и уже, собственно, покушал. Ну, она ему, вот, как бы, в общем-то. Интерес баклана. Ну, я бы хотела сказать любовь к людям, но вряд ли, вряд ли, да. Просто поскольку они с каких-то еще, ну, не знаю, подросткового возраста баклана, то есть с его детства постоянно его к этому приучали, то есть он, некоторые, особенно там, ну, не очень корректно ведущие себя рыбаки, там подрезали немножко крылья и перья, чтобы они не могли далеко куда-то улетать и покинуть. А постепенно уже вырабатывается такой механизм, что им, ну, особенно никуда далеко уже не хочется и не нужно. Вот, поэтому сейчас это скорее вот туристическая забава, но когда-то это действительно была часть вполне себе успешного промысла, вот, потому что людям очень нравится, когда кто-то на них работает и за них ловит рыбу. Это такой естественный механизм, потому что мы с вами когда, ну, почему он естественный, мы с вами обсуждали, что когда тебе нужно периодически куда-то улетать, тебе нужно быть максимально легким. Когда у вас полный, вот здесь полный клюв этой рыбы, ну, как бы легкость ваша немножечко, ну, во-первых, неудобно, во-вторых, тяжело вам будет самого себя куда-то переносить. А если какая-то явная опасность или неявная угроза этой опасности, то намного комфортнее, и вот с эволюционной точки зрения вам выгоднее быть максимально там в таком легком и способном к активному перемещению состоянии. Ну, смотрите, там или то, что совсем вот только свежепойманное, или полупереваренные остатки. То есть если бы мы, я не стала уже эти картинки, у меня все это есть, но я подумала, что как-то хоть у нас здесь и антикафе, но вот там рыба без головы и что-то такое, это может немножко испортить ваши... Ну, я к следующей какой-нибудь встрече подготовлю. Вот, поэтому там бывает буквально или вообще целая рыба, или кто-то без головы, или там без хвоста, частично такая уже поеденная, не совсем полностью переваренная. Да, да, без проблем, целиком. И большое количество вот здесь я этот первый слайд такой поставила. Это еще не самый крупный пример. Рыбу, которую... Есть много фотографий, тоже можете... Всем это нравится такое, пытаются фотографии снимать, где буквально там рыба размера почти с того баклана, и он пытается ее... Это не получается, естественно, но он очень пытается ее проглотить, потому что, ну вот, поймана же была. А так, в принципе, там средний размер рыбы, ну, буквально сантиметров 12-15, то есть не критично большой. Мне надо ускоряться, я думаю. Вам тогда видео с бакланника показывать не буду. Вы примерно себе там этот гогот и звуки, которые там создают несколько тысяч птиц, я думаю, можете себе представить. Что еще? Еще из интересного. Это птица, которая называется коростель, и он отличается таким особенным латинским названием, оно, собственно, так и звучит, крекс-крекс, и тем, что это его главный такой позыв. Что бы ни происходило, самец коростеля, перемещаясь в пространстве, а гнездятся они всегда и активно перемещаются в таком высокотравных лугах, он издает один и тот же, но такой стабильный, и признак, не знаю, постоянства и успеха звук. И мы сейчас его включим. Я, на самом деле, уверена, что вы эти звуки, ну, просто не обращая на них внимания, слышали, потому что коростель у нас много, там, в Краснознаменском районе вполне возможно, но птица эта, наверное, одна из самых неуловимых. То есть вы всегда ее слышите, но почти никогда не увидите. Вот это редкие кадры, когда кто-то там в засаде сидел, его снимал, потому что бегая по высокотравью, они не крупных таких размеров, буквально 25 сантиметров в высоту, их не видно, но вот всегда слышно. И те, кто, те, у кого они поблизости, вот у кого есть, не знаю, приусадебные участки или дома загородные, и там, где рядом живут коростели, они, ну, не знаю, можно им только, наверное, посочувствовать, потому что вот у них активность такая сумеречная, то есть где-то, ну, часов с 8 вечера и до 5 утра они могут несколько, там, у меня какая-то даже точная цифра, кто-то, видимо, когда-то считал, несколько десятков тысяч раз произносить вот это. Вы можете себе представить, а поскольку высокотравье и не сильно ограниченный, ну, звук этот почти ничем не ограничивается, слышно их прекрасно, и вот это звук, звук, нет, вряд ли, чтобы считали, хотя это, кстати, альтернатива, это какая-то бессонница, можно попробовать посчитать. Это такой звук, где он демонстрирует, собственно, себя, показывает, что он такой прекрасный, у него все хорошо, ну, для чего, мы не знаем, вот Иволга нам пела, для чего? Потому что это позиционирование и коммуникация. У всех же разные голосы, разное позиционирование, поэтому у него вот, ну, оно такое. Это стандартное, да, это гнездовой сезон, то есть он говорит, что он вот успешный вполне себе мужчина. Да, и чтобы, конечно, орнитологи считали, сколько это он может все произнести. Немножечко вы сказали, что можно раз антикафе, немножечко поудивляемся жестокости птиц. Эта птица, несмотря на то, что выглядит, ну, мне кажется, вполне такой положительной и, да, 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 ну, выглядит, да, таким вполне себе положительным и некрупным, он на самом деле очень-очень, ну, такой кровожадный и успешный охотник. Это семейство сорокопутовые, птицы относительно, как вы видите, некрупные. Особенность их в том, что они, вот мы все говорили там, рыбку, кушают, там, зернышки, насекомых, что-то такое. А тут, ну, собственно, они плотоядные и ничего не поделать. Плотоядными могут быть не только вот то, что мы себе сразу представляем, там, не знаю, сова, какой-нибудь орел, кто-то еще, а вот и сорокопуты тоже. И у них в связи с этим выработалась такая особенность, для того, чтобы вам, если вдруг вы не очень крупный, но при этом очень кровожадный, было удобно расправляться с добычей. Существует большое количество вариантов. Это колючая проволока, они ее очень любят, это колючие кустарники. Вы поймали какую-то добычу и ее радостно подвешиваете на то или иное приспособление. Добыча эта остается. Вы, если сейчас есть хороший аппетит, и, собственно, вы достаточно голодны, можете прямо сейчас приступить к тому, чтобы пообедать, ужинать там или завтракать. Или же можете ее оставить на некоторое время. И у сорокопутов есть буквально такие прям излюбленные веточки веточки или любимые фрагменты каких-то колючих проволок, где у них прям буквально вот такой эстетичный фрагмент их действительности, такой пищевой, потому что там подвешен кто-то, кто-то и кто-то. До лучших времен там или до ужина. И часто они еще отличаются тем, что могут за счет вот этой особенности, поскольку могут, в общем, употреблять пищу и ядовитых, в том числе насекомых, потому что оставляя их в таком подвешенном, надломленном еще каком-то состоянии, некоторые ядовитые вещества, поскольку у них есть какой-то предел их активности, они просто перестают быть ядовитыми, и, собственно, он возвращается и ест то, что никто бы не смог и даже бы до такого не додумался и не догадался. У нас в Калинградской области можно увидеть и сорокопута обыкновенного или сорокопута жулана, и можно, если очень сильно постараться и поискать краснокнижный вид, это серый сорокопут, он такой более монотонно-серо-черный. В принципе, это все реалистично. Без проблем такое тоже возможно. Смотрите, у нас большая часть птиц, которых мы с вами обсуждаем и видим, это то, что я вам даже сразу сказала, что мы сейчас настраиваемся на весну и лето, когда они к нам вернутся. Они у нас бывают в течение гнездового сезона, а затем большая часть из них дальние эмигранты, и они улетают там в какие-нибудь Средиземноморья, Африка и куда-то, где будет комфортнее, больше еды и теплее, чем у нас. Поэтому зимой мы его с вами не встретим, а есть он примерно то же самое, только в другом месте. И я все про какие-то варианты названий пыталась поискать, про что вам рассказать. Он по-английски, саракопуты все именуются Шрайк. И Шрайк это такой центральный персонаж очень, на мой взгляд, интересных такой космофантастики от Дэна Симмонса. Это такое, очень много иллюстраций на тему Шрайка. Если не написать, что мы ищем птицу, то там просто Google выдает огромное количество иллюстраций этого воображаемого Шрайка. И обратите внимание, ключевой момент всегда это какие-то колючки, на которых что-то может оставаться. То есть прям саракопут в какой-то степени, может быть, вдохновил и иллюстраторов, не знаю, и Дэна Симмонса. Он, кстати, когда писал свой вот этот гиперион, он учитель физики, и короткое лирическое отступление, он учитель физики, и все, что писал, для того, чтобы тоже понять, интересно ли будет то, что он пишет не только ему, тестировал на своих учениках. Он приходил на уроки физики, читал им фрагменты там глав, и вот так все удачно у них получилось. Если у вас будет желание и возможность, почитайте. Мне кажется, очень такое интересное произведение. там люди на него накалываются буквально на все его выступающие части. Так, ладно, про страшное закончили. Про, естественно, очарование и то, что у нас может ассоциироваться с очарованием у птиц. Мне кажется, этого тоже предостаточно. И, наверное, ярчайшие представители того, как мы себе представляем что-то милое, это представители словообразных. Это или сипуховые, вот справа на нас смотрит. Она такая у нее лицевой диск сердечком. Всегда можно отличить сипуховых от остальных слов этим. Или вот здесь, например, рыбный филин слева более сурово, но тем не менее, такой напоминающий котика. Мила тоже на нас смотрит. И чтобы про милость чуть-чуть больше показать и меньше я рассказывала, мы сейчас короткое тоже видео про слов включим. Дима мне поможет. Смотрите, особенность, я буду коротко, вы будете умиляться, а я буду сопровождать какой-нибудь информационной частью. Вы все, я думаю, обращали внимание там в зоопарке, на слух можно с удовольствием и долго смотреть, на то, как подвижна их голова, как это все устроено, как они могут буквально на 270 градусов поворачиваться для того, чтобы оценить, что и как. И вот здесь тоже, собственно, очень много примеров того, как активно они эту осматривают окружающую их действительность. Что у них еще особенного? У них, помимо вот этого внутреннего стабилизатора, очень хорошо развита способность к тихому перемещению. К тихому перемещению так устроены перья, что они буквально гасят какие бы то ни было звуки, и это для ночной охоты ну, такое яркое, хорошее преимущество. Помимо всего прочего, им для того, чтобы перьевой покров был еще более компактным и таким упорядоченным, у них есть специальные перья, которые они по ним там пьют специальным когаточком, и получается такая специфическая пудра, которая еще перьевой покров покрывает. Помимо того, что они так мило выглядят, и действительно им, даже многим из них нравится, которые общаются постоянно с человеком, когда их гладят, там вот трогают и выражают какую-то нежность, они, несмотря на это, вот, они, несмотря на это, должны питаться исключительно такой свежей, свежепойманной или свежей для них пойманной пищей, и это создает определенные трудности при содержании искусственном. Поэтому вот после фильма о Гарри Поттере, когда все начали активно заводить сов, огромное количество этих сов, это все таки утром, обычно все так приходят на работу. огромное количество сов, после этого было вот, их возвращали там в питомники, и большое количество питомников появилось, где их реабилитировали, потому что сове находиться в клетке, ну, это очень сильно вредит и ее нежным вот этим перьям, и вообще состояние у нее будет, ну, вот примерно так, как здесь, не так, чтобы очень активное и такое, какое оно должно быть в норме. Что еще? Очень часто человек, это наша особенность, вот, это наша особенность, мы приписываем, естественно, животным, ну, вот тут мы считаем, что они смеются, там мы считаем, что они улыбаются, тут еще что-то, естественно, что это такой антропоморфизм, они, безусловно, не смеются и не улыбаются, но, тем не менее, на коммуникацию с человеком они тоже вполне себе способны. Добычу. Офигеть. Я, наверное, порекомендую, это тоже пока мы досматриваем, если у вас после этой лекции сохранится желание еще что-то там узнавать про птицы, вообще побольше про животных, если вдруг вы не смотрели все, как у зверей, я вам очень рекомендую посмотреть, потому что у них есть буквально прям выпуск просов, например, где там очень много интересно рассказывают о том, какие они, как они себя чувствуют и вообще, в принципе, такое очень научное и в то же время популярное и интересное времяпровождение может быть, когда вы смотрите все, как вы говорите. Следующий, про кого хочу сказать я, это представители отряда журавлеобразные. Глядя на левую часть картинки и на правую часть картинки, я не знаю, каждый ли из вас может поверить и представить, что это представители одного отряда и вообще-то родственники. И родственники достаточно близкие. Справа мы видим с вами лысуху, ее очень часто и в Калининграде, не знаю, на нижнем, на верхнем озере мы можем увидеть, ну а слева такого классического представителя журавлеобразных, уже из журавлиных семейства, это сержуравль. Я, естественно, хочу остановиться на нетипичном представителе, на лысухе. Почему она так была названа, опять же? У нее вот здесь это белое пятно, это кусок просто голой кожи, окрашенный в белый цвет, и поэтому вот за это лишенное перья в пятно такое название она и получила. Что у нее еще особенного, помимо вот этого пятна? У нее, мы с вами видели, как танцуют поганки, и там было видно, что такие широкие перепонки на лапах. Здесь, посмотрите, лапы устроены совершенно по-другому, но тем не менее есть такие оторочка по бокам пальцев. И благодаря этой оторочке лысухи в моменты или коммуникации нежности, или в моменты агрессии, когда один изгоняет другого, могут буквально бежать по воде. Ну там идти по воде, бежать по воде, издавая такие специфические скрипящие звуки и вот таким образом перемещаясь в пространстве. Так что бегать по воде тоже вполне реально для птиц. Теперь про верность. Чем нас еще могут удивить птицы? Птицы нас могут удивить тем, что, ну, наверное, символ там любви, взаимной привязанности, чего-то еще такого. Вот лебеди, здесь лебедь-шипун нам показан, они особенно красиво, вот этот изгиб, S-образные шеи, вот эти сердечки, вот так все красиво, такая семейная пара. Но, не знаю, возникали ли у вас когда-то сомнения в том, что они, картинка действительно настолько идиллическая. Но на самом деле не все так, к сожалению, благополучно в семьях лебедей. Всем орнитологам стало, ну, то есть все знали, что это моногамная птица, легенд огромное количество, что если умер один представитель из пары, то второй не найдет никогда себе никого, погибнет за ним следом и так далее. И, естественно, что, как показывает действительность, этого не происходит. Если умер один из членов пары, другой, безусловно, немножко погрустит, потом найдет себе следующего партнера и, собственно, естественный процесс продолжения рода будет дальше идти, и все будет идти по плану. И, рано я переключила, австралийские орнитологи впервые решили, собственно, проверить это, ну, не только там визуально, что что-то явно изменился состав этих пар, но и генетически. И ими было показано, что каждый шестой птенец в детей в кладке, он от другого родителя. То есть, несмотря на верность, моногамию и так далее, каким-то чудесным образом все-таки верность не сохраняется. И порядка 17% вот этих лебедят, они к этому отцу не имеют никакого отношения. Вот такая особенность. Не-не-не, у них может быть вкладки до, по-моему, восьми яиц. Так что... Нет, смотрите, из, например, шести яиц отложенных одно будет точно не от этого отца. Это, смотрите, это посчитано жену, это статистически посчитано. То есть не то, что один конкретный... Мы скажем, что вот вы, не знаю, подойдет ко мне лебедь, я вам скажу, знаете, вы не отец этого шестого птенца. Этого, естественно, так это не работает. Но у них это не практикуется. Самый классический гнездовой паразит кукушка, я поэтому про нее тоже не говорила. Еще есть варианты, когда пытаются, например, отбивать, там у некоторых уток это бывает, просто отбивают себе чужую кладку. Очень часто у уток такое бывает, когда они уже птенцов, которые вылупились, пытаются отогнать и более там сильная самка и самец, они пытаются расширить свой выводок. То есть отбивают буквально, говорят, что ты не сильно успешный родитель, а вот мы их воспитаем так, как нужно. И себе забирают их. Да. Они перекатываются. То есть те, кто, когда это возможно, они не переносят. Понятно, что если кто-то раздельно гнездящийся, и там гнезды на большом расстоянии, такое возможно, не всегда это осознанно, и специально кто-то угоняет, простите, это яйцо, это иногда бывает случайным образом, когда птицы гнездятся в больших колониях, плотно располагаются гнезда, и там, не знаю, от каких-то механических движений самец-самка, там что-то принесли еду, или самка насиживает, самец ее кормит, и они буквально там физически, механически могут просто откатить это гнездо, ну там из-под самки оно выкатывается, а следующие ребята его подхватывают. Иногда так бывает, к сожалению, что оно, например, остается ничье, и если переохлаждаются, то уже потомства не будет. То есть это, ну это не частая история, не так, чтобы прям все друг у друга пытались, обычно всем хватает своего потомства. Что имеется в виду не считает? Если оказалось, вот смотрите, не знаю, тут у нас одна птица, тут у нас другая птица, ну сидит, например, на гнезде. Если вдруг у этих произошел такой инцидент, что по каким-то причинам яйцо откатилось туда, то соседи вполне могут его посчитать, ну что возьмем тоже, как бы тут нет такого, что они пересчитывают клювом каждое яйцо, то есть это работает на уровне инстинктов. Оно есть, его нужно там согреть, насиживать, вот на таком уровне. Это не меркантильные какие-то побуждения, что пусть воспитывают моего, это не там передача на какие-то поруки, это вот, ну так получилось механически, а тут инстинктивно это нужно спасти и сохранить. Вот, про спасти, сохранить, и все-таки про любовь, чтобы я не омрачала ваши представления о лебедях, потому что я чего-то, потому что так сурово начала их критиковать. Мне очень, ну мне очень нравится эта история. Про близ города Мюнстера жила эта лебедиха, первоначально ее назвали Черным Петером, Черный лебедь здесь у нас показан, которая буквально проникла снежным чувством катамарану. Катамаран был двухметровый, как вы видите в форме лебедя, это абсолютно реальная история, и на протяжении всего сезона 2006 года, несколько месяцев, даже когда этот катамаран брали в аренду, этот лебедь плавал за ним, причем плавал, ну абсолютно вот так, привязчиво, то есть следил, как и что, чтобы никуда он от него не уплыл, явная привязанность возникла. Затем, там ближе к зимнему сезону катамарану возили лебедя, тоже забрали в зоопарк, чтобы как-то он пережил и разлуку, и страдания. Сделали генетический анализ, поняли, что это был не Петер, а Петра, и на следующую весну ее вернули, собственно, на то же озеро. На том же озере она снова встретила свой прекрасный катамаран, снова начала за ним плавать. К этому моменту уже, к моменту, когда ее в зоопарк там увозили, сначала немецкие СМИ это начали активно снимать и распространять информацию, потом там порядка 23 телекомпании снимали вот этот момент, когда ее привезли от катамарана в зоопарк, потому что всем было интересно, что же такое происходит. И вот, все уже следили с нетерпением, когда же наконец-то она от катамарана перейдет на обученного, белого или такого же, как она, черного лебедя. И это свершилось, там к концу сезона она все-таки познакомилась с лебедем, а лебедь оказался из разряда тех, о которых я говорила раньше, потому что он помимо того, что за ней ухаживал, ухаживал еще за кем-то. Она очень сильно загрустила, ее снова решили поместить в зоопарк, и когда выпустили на следующий сезон, вся информация, все следы ее были потеряны, то есть все начали переживать, что видимо что-то произошло, потому что катамарана не нашла, лебедя не нашла, все, жизнь не удалась. И там последняя информация, какую я находила, что все-таки в 2013 году где-то там ее в не очень тоже хорошем состоянии нашли, но впоследствии выходили там, выкармели, и она все-таки смогла реализовать себя и нашла себе там белого, но самца уже не катамарана. Вот, в общем, такая сложная история привязанности и любви, но вот это было, и такое тоже случается, почему бы этому не удивиться. Что еще? Внешностью, ну и названием. Про название уже говорила, вот тут у нас обыкновенный козадой, почему его так назвали? Назвали его потому, что у него активность ночная, он питается насекомыми, вокруг пасущихся животных, а раньше выпас скота был не только днем, но и в ночное время, постоянно видели этих козадоев. И опять же, у всех были дома слышны, что ну не просто так, такая загадочная, странная птица, которая в ночном свете выглядит, они еще очень любят кружиться и издают такие тоже специфические, ноющие звуки, и естественно, их заподозрили в худшем, что они, конечно же, и такое строение клюва, и все это для того, чтобы они сдаивали молоко. Поэтому вот эта легенда о козадое, она сохранилась. А вообще-то, естественно, что они к молоку, что коз, что кого-либо другого равнодушны, но вот это закрепилось в их названии. Теперь про, ну почти уже в заключении, чтобы я не перегибала сильно палку, про самых умных интеллектом, кто нас может поражать. Здесь все лежит на поверхности, я, наверное, ничего сильно нового для вас не расскажу. Врановые общепринято, несмотря на то, что по каким-то причинам люди выбрали, ну, наверное, из-за того, что все-таки мимимишни, они сов, как символ мудрости, и мы постоянно везде видим, что там крустальная сова и что-то еще, дается как награда за интеллектуальные свершения. Здесь все-таки Врановые занимают первое место среди тех, кого мы можем оценивать по интеллекту птиц. И первое, единственное пока, по крайней мере, я поискала свежие данные, птица, которая прошла зеркальный тест. Зеркальный тест — это то, чтобы оценить, присутствует ли у животных самосознание. Спящему животному такой непахнущей яркой краской в каком-то нетипичном месте, которое он сходу не может на себе рассмотреть, а сможет рассмотреть только в зеркало, наносят вот эту метку и следят, что будет происходить дальше. И у большей части животных ничего дальше не происходит, они себя в зеркале не узнают. Они считают, что это какой-то новый внешний объект и так далее. У шимпанзе, например, то есть у человекообразных обезьян, у них очень хорошо это узнавание работает. И вот у сорок точно так же это сработало. Она поняла и начала активно рассматривать, что там у нее где и как она выглядит со стороны и так далее. И вот это дополнительное было доказательство того, что у них когнитивные способности достаточно высоки. Кстати говоря, у человека с 18 месяцев вот этот этап, когда он понимает, там им щечки румяные рисует, и чтобы тоже они узнавали, а нет или не они. У человека это с 18 месяцев происходит, а у сорок вполне себе тоже работает. Про кого еще рассказать? Грачи. Яркие представители, постоянно их можем с вами увидеть. Точно так же очень много доказательств, примеров того, как они осмысленно и обдуманно себя ведут. Там для принятия решений берут паузу, не делают никаких решительных шагов, выжидают, выбирают ситуацию. Еще чаще встречающиеся нам серые вороны. Серые вороны это просто прям тоже такой отдельная, можно, не знаю, отдельную лекцию рассказывать о том, как они развлекаются, когда они находят какие-то предметы и с ними играют, когда они... У меня есть видео, не знаю, хотите, можем его посмотреть, но там, в общем, оно очень короткое и сводится к тому, что ворона нашла фрагмент от колеса детской коляски, схватила его и катается на нем с крыши по снегу. И делает это прям так вот, ну, многократно и хорошо, причем они катаются на крышках от каких-нибудь там консервов, на чем-то еще, вообще не важно, все, на чем можно кататься, с чем можно развлекаться, это прям прекрасно им подходит. А наша способность вот как раз-таки к тому, чтобы играть, развлекаться, это одна из важных вообще, ну, важный когнитивный признак. Про ворона. Ворон точно так же символ мудрости там, чего-то еще не случайно, не знаю, там, про тауэрских, может быть, воронов сразу все, когда это слышат, вспоминают, которые вообще там символ стабильности Британии считаются, и что они там буквально все делают по расписанию, у них свои служащие, которые следят за тем, чтобы они голову правильно поворачивали, хорошо выглядели, они там какие-то осмысленные делают жесты, смотрят куда-то вдаль. В общем, ворон, ну, не знаю, и ворона, собственно, и про нее можно сказать, если вдруг пища оказалась там слишком твердая, он ее, естественно, найдет чем размельчить. Если она слишком сухая, они там ее вымачивают в воде, в молоке, в чем угодно, что найдут. Если, опять же, нужно какую-то продумать, не знаю, там многоходовку, они многоходовку там в какой-то поведенческой ситуации рассматривают. И большое количество экспериментов было с новокалейдонскими, в частности, там воронами, например, где они показывали, что могут при необходимости использовать орудия труда. То есть для того, чтобы получить корм, они там используют находящиеся поблизости камушки и кидают их в воду. В общем, ведут себя абсолютно осмысленно, и это, мне кажется, не может оставлять нас равнодушными. И, естественно, что, ну, нельзя про это не сказать, наверное, самые-самые бандитские птицы на свете, те, кто, ну, сто процентов ассоциируется у нас с абсолютно таким отклоняющимся девиантным поведением, это чайки. А чайки у нас в Калининграде и в Калининградской области можно увидеть достаточно большое количество видов. Это и мелкие, озерные, и серебристые, и морские, если мы поедем с вами на море, и малая чайка, и сизая чайка, то есть вот пять видов как минимум. И ведут они себя очень по-разному. Мне кажется, самый яркий пример это то, как они, ну, немножечко подворовывают. в общем, то, что они воруют, там, рыбу, из магазинов какие-то необходимые вещи, это уже, ну, стало таким стандартом, а вот очень много сейчас в последнее время прям в интернет ими буквально кишит, видео, когда чайки снимают сами себя, потому что они воруют буквально гоупро и качественно себя со всех сторон там снимают. Есть куча видео, тоже я вам предлагаю потом как-то поразвлекаться, там чайка-дрон, которая летает, и всех показывает своих соседей, вообще все, чайки в этом плане тоже заслуживают некоторого внимания. Так, обключать, да? И напоследок, чтобы тоже на оптимистичной ноте закончить наконец-то уже мое такое затянувшееся, прошу прощения, не могу остановиться, выступление, про что нельзя не сказать еще. Ну, про чайку понятно, что я не могла молчать, а еще мне очень хочется рассказать вам такую историю. про то, как наука может быть опасна для вашего здоровья. Вы про Фрэнсиса Бэкона, я уверена, слышали. Слышали и знаете, что он такой был империст, он тот, кто говорил, что пока что-то не доказано экспериментальным путем, этому нельзя верить. И один из его последних экспериментов, это был эксперимент с птицей. Он пошел на рынок у какой-то там бедной женщины, купил тушку курицы и решил, что вот эта курица очень ему поможет с научной точки зрения, нужно проверить, как будут от холода и на холоде чувствовать себя ткани этой птицы, как они будут медленно там разлагаться и так далее. Он вышел во двор, там набивал ее снегом, льдом и простудился. Простудился, и в результате все закончилось плачевно, потому что он уже не смог вернуться к нормальной жизни, иммунитет был снижен, простуда, собственно, курица убила Фрэнсиса Бэкона. Это реальная история, я понимаю, что звучит. Я в связи с этим хочу сказать, что безусловно, стоит интересоваться наукой, и здорово, что вы в такой вечер приходите, но я вас прошу относиться ко всему с должной долей иронией и не увлекаться, потому что эмпиризм и при общении с птицами тоже может быть опасен. Поэтому спасибо за внимание. Я готова ответить на ваш вопрос. Да, дорогие друзья, если у кого-то есть вопросы, поднимайте ручку, пожалуйста, я к вам подойду. Есть кто-нибудь желающий что-нибудь еще узнать за сегодня? Да. Кристина, спасибо тебе большое. Можешь прокомментировать, вот бабушка моя, царство ей по душе небесное, она рассказывала случаи, которые она лично наблюдала, когда была маленькая. Много аистов собрались и стали кругом и посередине стоял еще один аист. И они там что-то там между собой переговаривались, переговаривались там, а потом каждый подходил и клювом ударял в голову этого посередине и они его забили насмерть и такой суд был. Это что за такое могло быть? Это, ну смотрите, поскольку большая часть птиц у них реально есть иерархические отношения, есть определенные особенности социального поведения, то в том числе у нас прям оптимистичной ноты не получилось, вам придется еще какой-то веселый вопрос мне задать, а то я про то, как они способны в том числе выражать негативные отношения и в случае, когда вы, я думаю, такое, ну с аистами это вот редкая ситуация, честно, я вот сама никогда такого не видела, но на слово поверить могу, потому что у них вот эта иерархичность и коммуникация сложная, достаточно выстроена, они собственно и территориально всегда рассредоточены, и близко, мы там две пары аистов не увидим, поэтому здесь явно был какой-то, не знаю, может быть не проступок, но может быть состояние здоровья этого аиста, у голубей такое часто встречается, я думаю, вы видели, у них очень много, к сожалению, поскольку они синатропные виды, в городе много там особенностей того, что им приходится сосуществовать с человеком, в связи с этим достаточно часто они теряют нормальное состояние здоровья, и мы, особенно вот в такую погоду, там влажную какую-то, можем видеть таких, ну буквально, я не знаю, с плохим оперением, явно там неровным, каких-то вот, ну абсолютно несчастных этих голубей, причем они несчастны не только потому, что так выглядят, а потому что рядом проходящие голуби, которые находятся в нормальном состоянии, каждый прям своим долгом считает просто ткнуть этого туда, куда получится, в ту же там макушку или еще куда-то, это не то, чтобы все внутри себя вот эти шрайки и сорокопуты, чтобы уничтожать кого-то, кто их окружает, это потому что, ну опять же, эволюционно те особи, которые в популяции являются более слабыми и потенциально могут или потомство от них вообще может не получиться или оно будет не таким выносливым, какое должно быть, они, естественно, ну подвергаются такому гнету, то есть вот этот социальный пресс и в жизни птицы имеет место быть, поэтому не то, чтобы им просто всем хотелось его ударить, это такое, опять же, инстинктивное поведение, как мы обсуждали, что они яйца перекатывают не потому, что корысть, и тут точно так же, не потому, что они такие злые, а потому, что это такой способ регуляции, ну в том числе и численности и избавления от там больных особей. Круто. А можешь про долгожители еще сказать, если что-то знаешь, птиц, птиц? Очень по-разному, это все обычно, долгожители, как узнают про то, ну кто сколько живет, это или птицы, которые, допустим, в зоопарке были, ну за ними могли следить, или по данным кольцевания. Я могу про, собственно, любимый объект, допустим, большой баклан, который в природе, в естественных условиях выживает буквально на протяжении, как правило, 4-5 сезонов, там максимум 6-7 лет. Были долгожители окольцованные, которые там максимум 28 лет. То есть, это возможно, но это какие-то очень редкие ситуации, редкие птицы, у которых действительно там иммиграционный маршрут отлажен, что никто никогда их не сможет поймать, как-то им повредить. Те, у кого действительно там, не знаю, хорошее здоровье, может быть, правильный образ жизни для птиц и так далее. В общем, такое действительно есть, бывают долгожители. И там по каждому виду. Чем мельче, как правило, птица, тем меньше у нее такой жизненный цикл и меньше срок жизни. И опять же, в естественных условиях он всегда прям ниже намного, в каких-то условиях искусственного разведения у лебедя, например, может быть, до 18-20 лет. Но это если вдруг все удачно, вот прям пруд, где за ним следят и так далее. Ну, это такие, это скорее опять же все к легендам и к чему-то еще. Обычно далеко не сто лет. То есть тоже, ну, десятилетия, несколько десятилетий. К сожалению, нет. О, отлично, появились еще желающие. Спасибо большое за лекцию. Я бы хотела спросить, это как раз таки касается тоже легенд, моногамии, вот аисты, те же самые, вот есть такие красивые истории о том, что если умирает партнер, то второй сбрасывается, на камни кидается. Это правда или это тоже такая красивая сказка? То, что я говорила для лебедей, справедлива для всех моногамных видов птиц. То есть легенда есть, в основном они моногамы, почти все, кого я вам, кстати, показывала, это моногамные виды, но если вдруг что-то случается с партнером, ну, никто не будет сбрасываться. Биология, зоология, живая природа, эволюция, все очень экономичные. Если есть живой репродуктивного возраста там самец или самка, ну, невозможно представить себе, чтобы он пошел сбросился, не знаю, там со скалы. Так же, как вот легенды о том, что там пеликан, и он часто там какой-то символ, что он там кормит птенцов своей кровью из груди, и вот это вот расклевывание, в общем, это все на уровне легенд. Такого в реальности не будет. Я не могу исключать, и не буду исключать, что действительно, вот как с этой лебедихой черной, у которой особенная была привязанность, ну, абсолютно нетипичная для лебедей, что такое может быть, что действительно там безвозвратная будет потеря для какой-то конкретной особи, но в целом, если говорить про птиц, моногамность есть, она эволюционно закреплена, присутствует для того, чтобы заботиться о птенцах вместе, помогать друг другу, но она не абсолютна. Спасибо за лекцию, очень увлекательно, очень интересно. Вопрос про рекорды в какой-то степени тоже. У китайцев есть такая пословица, что мощный орел пролетит, будьте, в 10 тысяч ли. А сколько максимально, и какая птица может пролететь? Ну, самая большая. Про мигрантов, да. Спасибо за вопрос. Я про это думала рассказывать, потом решила, что не буду, потому что тоже спорная информация. Обычно самым дальним мигрантом называют полярную крачку, которая буквально перелетает практически через весь земной шар с одного места на другое. Они такие очень-очень впечатляющие в этом плане ребята. Совсем недавно я была на орнитологической нашей станции, и там со мной делились, что они как раз-таки по данным, ну, не кольцевания, а передатчики, такие рюкзачки на птиц надевали, они кукушек активно исследовали, и там тоже получилось, что у кукушки, несмотря на то, что ее никто никогда не подозревал, в том, что она такой прям дальний-дальний мигрант, оказалось, что очень-очень длинный миграционный маршрут. Прям в количестве километров или ли, к сожалению, не скажу, но сопоставимо с тем, что она точно так же, там, допустим, с, не знаю, наших каких-то широт, с нашего континента перелетает там, ну, практически на противоположную часть другого полушария. Вот, поэтому... Вот, 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 вот. Это такой, это нормальный вот маршрут, а, в принципе, она может еще длиннее, с отклонениями, когда они там останавливаются на какие-то для кормления или для чего-то еще. Поэтому длинные маршруты могут быть. Не знаю, этот же Баклан, я буду про тех, кого хоть показывала вам. Он, например, точно так же гнездится у нас, а зимовать может там средиземноморье и ниже-ниже, там вплоть до тоже Африки, Иран, там их часто находят. Поэтому... В общем, я знаю, что есть такая птица, которая, ну, когда, грубо говоря, ухаживает за самкой, она приносит ей предметы именно голубого цвета, только голубого цвета. Это шалашник или это какая-то другая птица? Я не помню название. На самом деле, ну, может быть, это шалашник, может быть, просто про какую-то, вот, как любят, там, имя прям ей присвоить, что-то еще за ней следили. Оронитологи, я, честно сказать, вот, ну, каких-то примеров еще, чтобы обязательно какого-то конкретного цвета, обычно это что-то там блестящее, ну, красиво, необычной формы, что-то еще, а чтобы это было прям определенных только цветов, даже вот затрудняюще, сказать, ответить. Мне кажется, что очень вероятно, что это был какой-то шалашник, просто за которым, как у нас любят там наблюдать, как вот он строил свою жизнь, кого встретил, как потомство, кто как себя чувствовал и всем давать имена, чтобы за ними, ну, человек сопереживал и следил, вот, что с ними там происходит, со всеми. Поэтому очень вероятно, что это был шалашник. Здравствуйте. У меня вопрос опять про баклана, а вот то, что они глотают, это, наверное, общая такая особенность их клюва, что, наверное, большая часть птиц не умеют жевать, да, вот как бы в отличие. Они все же не умеют, вот особенность в том, что они, получив клюв, лишились зубов, то есть зубов нет, у них переваривание пищи, они глотают ее целиком, и переваривание пищи осуществляется в желудке. В желудке два отдела, он железистый один, а другой мускульный, так называемый. В железистом она обрабатывается, из названия, понятно, каким-то пищеварительными соками, а в мускульном она перетирается. Для этого, например, курицы или не только курицы могут гастролиты, камушки клевать, для того, чтобы механически перетиралось. Точно так же и тут. У него клюв вот с этим курячком позволяет ему скользкую достаточно из воды только что появившуюся эту рыбу удерживать, а затем уже там идут все процессы понакатанные, как у всех птиц. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки вот эта особенность с возвращением всего, чего у тебя есть, связана с тем, что хоть он и родственник пеликана, но горловой мешок-то у него не такой большой. То есть маленький горловой мешок спрятать некуда, ну и, собственно, поэтому так оно физиологически работает. А у них, в принципе, вот их еще почему так все преследовали и обвиняли, у них часто такое очень много вот на этих рыбоводных прудах наблюдали за рыбой, потом которую уже вылавливают для каких-то промышленных целей, что и очень много покалеченной. Вот они ее ловили этим острым клювом, там, не знаю, где-то защипнули, какую-то рану нанесли, она даже может потом там болеть, что-то еще, но не получилось поймать, он не будет за ней же плыть ну там и нырять, он ее просто бросает. Поэтому в этом плане у птиц, у бакланов, может быть, это тоже потому, что достаточно древняя эволюционная группа, они к этому легко относятся. То есть, ну, ушло и ушло, и никто не будет там... Мне кажется, что потому что более прогрессивные, более молодые отряды, там такого расточительного отношения к пище не наблюдаются. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу такой штуки, как партеногенез. Он обычно ассоциируется со всякими насекомыми, ящерицами, но вроде бы есть и у некоторых видов птиц. И вот вопрос в том, у каких видов и при каких условиях это начинает происходить. Спасибо за вопрос. Партеногенез, на самом деле, редко и редко у теплокровных, так вообще, это практически что-то на грани фантастики. Про доказанные какие-то и прям примеры видов конкретных, где явно прослеживается партеногенез, честно, я какой-то пример не приведу. Там может быть влиять температура, например, насиживания, условия насиживания и количество там корма, например, у самки, в период вот этого репродуктивного там спаривания, оно может влиять на то, потом какого пола птенец появится. Вот это да. Но чтобы яркий прям пример такого классического партеногенеза, это такое очень... Партеногенез это развитие из необлодотворенной яйцеклетки. То есть развитие из яйцеклетки только за счет, ну, собственно, этой единственной материнской клетки. И как мы с вами, не знаю, даже с базовым знанием биологии понимаем, это, опять же, эволюционно невыгодно и непрогрессивно, потому что чем более разнообразный генетический материал взаимодействует друг с другом, тем потомство лучше. Поэтому вопрос спасибо хороший, я честно озадачусь этим никогда про птицы, про птеногенез и не думала, и как-то не натыкалась на это. Почитаю поподробнее. Мне, к сожалению, даже не знаю, что вам на это ответить. То есть, в общем, это тема для, видимо, какой-то новой следующей лекции. Тут, смотрите, я про домашних птиц, и вообще домашних сейчас, ну, как вот, не знаю, курицы их, искусственное разведение, это отдельная тема. Так, какие-то там инкубаторы и так далее. Я это не рассматриваю как естественный процесс, потому что там, где человек активно вмешивается в процедуру, ну, и там, в оплодотворении во что-то, это уже, ну, другая история. Поэтому, может быть, какие-то есть породы, действительно, искусственно выведенные. Почитаю. Спасибо. А, Тименька? Давайте я сначала спрошу, и потом. Просто мы записываем, чтобы потом кто смотрит, чтобы тоже слышали вопрос. Кристина, скажи, а есть птицы, такие прям мега-хищники, которые питаются только другими птицами? Есть, без проблем. И даже те, кто не мега-хищники, они могут с большим удовольствием, у врановых, в частности, про которых, вот про интеллект, я тут в конце уже так по-быстрому говорила, у них всегда очень рано идет выведение птенцов. Они рано прилетают, рано начинают гнездиться. И связано это с тем, что для того, чтобы потом им было проще выкармливать птенцов, они вот так подгадывают, что в тот момент, когда их птенцы уже будут достаточно взрослыми, их надо будет активно кормить, они будут ловить птенцов чужих. Ну, то есть тех, кого там много, мельче, не обязательно соседи своего вида, а там, не знаю, каких-нибудь воробинообразных, синиц, кого-то еще. И вот таким образом решается эта проблема. Корм всегда будет под рукой. Птенцы неопытные, там, родители не уследили, и все. Поэтому вполне такое может быть. Да, да, да. Особенно крупные виды чая, да. Скажите, пожалуйста, я сделал скворечник, скворцы почему-то не живут. Так. Поселились маленькие птички такие с красненькими брюшками. Скорее всего, Зарянка или Малиновка. Наверное, Зарянка, да. Я точно не установил, но, наверное, похоже на Зарянку. Выводят птенцов, улетают. На следующую, следующую весну опять прилетают. Кто прилетает? Родители или дети прилетают? Как у них? Как у них? Выводят аисты детей в это гнездо? Прилетают дети или родители? А дети себе новые гнезды? Родители прилетают. Если у птицы использование, ну, они, например, некоторые виды птиц действительно из года в год используют одно и то же гнездо, просто его, как мы делаем, периодический ремонт, они также начинают новый сезон с того, что его слегка реставрируют и проводят такой косметический ремонт. И возвращаются на то же самое место, как правило, родительская пара. Бывают исключения, например, если вдруг родители не пережили там какие-то зимних условий, то могут туда же вернуться и дети. Но обычно для молодых птиц они выбирают, вполне возможно, что примерно в том же районе они окажутся, но гнездо у них будет уже свое. По поводу скворечников и того, кто туда прилетает. Это очень часто бывает неожиданный вид, не тот, кого вы ждете. Обычно это обусловлено тем, что скворцы, поскольку они там крупнее, активнее, немножко наглее, они могут даже тех же синиц изгонять из уже каких-то готовых, там, допустим, они дуплогнездники и могут занимать эти чужие дупла. А вот в вашем этом скворечнике могли поселиться те, у кого, допустим, как раз молодые, например, пара, у которой не получилось построить свое собственное гнездо или там что-то занять, поэтому они воспользовались уже готовыми условиями. Так часто бывает, потому что молодежь должна пробиваться не только там, в каком-то нашем, например, мире, ей сложнее это удается делать, точно так же у птиц они обычно их вытесняют, например, в колонии на периферию или вот как раз-таки оказывается, что пока с гнездом у них не очень ладится, поэтому они занимают уже готовый участок. Редактор субтитров А.Семкин